номер 509 события дня эпиграф марка 1226 а мертвых что они воскреснут разве не считали за 4 мая 2017 года пишет мне харин владимир петрозаводск христос воскресе воистину воскресе все в свет пишите барыги я не понял даже причем тут барыги православная барыги вот не удивляюсь если скоро в храмах московской патриархии кофе будут торговать за барной стойкой ооо вчера тут показали как они в храме кукольный театр устроили для детей куклы прямо напротив полтора иконы они там свои выставили фишки но а почему нет потому что люди то верят как пётр мещерина по игумен данилова монастыря говорит белый магизм для людей разности никакой нет также обереги также верит крестник надел что-то его спасет далее пишет визитки вашего сайта размножу буду раздавать с уважением к вашей стойкости вере в христа распятого послушал этих попов лжецы они у нас попав петрозаводске посадили убил на машине пьяный и как он сидит то никакой проповеди христа а кто таких сан рукополагал эти смешки ухмылки это приставка да одни деньги в башке то есть о чем он говорит я показал ролик один границы церкви называется границы церкви и там сергей козлов парализованный во славу христа он беседует с двумя священниками ну как клоуны какие кукольный театр и он говорит одни деньги в башке а то он говорит а кто их рукополагал то таких во первых незаконно раньше времени и вот сидят и подхихики смеются какие смешки ухмылки он об этом пишет ксения юрова пишет спаси христос игнатий тихонович все что присылаете смотрим и считаем было очень приятно узнать что александр андрусенко из димитровграда это недалеко от ульяновска где мы сейчас живем слава богу за все вот событий таких больших не было событий какое у меня уже сегодня буквально утром решил пораньше еще встать оказалось меня ждет человек и ждет из германии наталья усатая и с ней был разговор может приехать даже на крещение пока думает я подумал что сегодня ролик я поставлю даже он по-своему интересен вот такое и дальше не нужно сейчас показать хотя бы наши ресурсы коротко вот наши мой мир я очень люблю эту систему мой мир посмотрите тут я в шапке вот видно где а другая езди я с голубем так заходить надо сюда где в шапке здесь и тут у меня почта есть и легко переписывается очень удобно ну второе это наш форум 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 православный вот он как в нем 1600 тем очень богатый ну и канал во свете библии вот он православный видеоканал у нас видео называется одинаково все ресурсы во свете библии открытым оком вот уже 6 миллионов 208 тысяч просмотров ну и у нас роликов 7050 или 50 или 80 что-то в этом роде более 7000 наших роликов по плейлистам и все новые души приходят которые находят для себя нужное вот ну и наш сайт во свете библии православный библейский сайт и самое ценное здесь вот справа колонка идет 4124 ответа по темам 55 тем я сейчас закрываю и сегодня я добавляю из папки называется священство о священстве открываю и начинаем считать вопрос 2600 3 12 том открытым оком в каком случае решительно можно утверждать что таинство не спасительны у имеющих законную иерархию это вопросы мне задавали я вел занятия в пяти университетах 3 радиопрограммы в милициях во всех отделах я же не знаю где кто задавал в школах техникумах ответ говорить о невидимом весьма опасно и гибельно для говорящего бесстрашно утверждать на основании своей злобы тупости и глупого снобизма это свойство замшелого старообрящества они посягают на библию на ее перевод что где не точен а точный дать они даже такой задачи не ставят и потому остаются ни с чем а вернее с одной дерзостью наглостью бесшабашной и дикостью не вешать вот как отвечает епископ григорий грабе кавычки отрыты я был бы безнадежным дураком если бы за это время ничего от митрополита не усвоил без благодатности московской патриархии я никогда не утверждал это он говорит я думаю что всякая болезнь церкви распространяется постепенно и что до окончательного момента когда как арианская ерес например зло окончательно отравит организм какой-то части церкви надо быть осторожным с утверждением щей-то безблагодатности в отношении патриархии у меня не может не быть сомнений относительно иерархов состоящих в агентуре кгб но как мы можем с точностью их назвать я поэтому всегда уклоняюсь от ответа на вопрос о безблагодатности отказ от общения с кем-либо совсем не равнозначен с признанием такового безблагодатным окончательно знает это один господь бог в таком подходе к вопросу я думаю что выражаю мысль антониевскую но владыка был очень определенен в отрицании священодействий запрещенных им клириков евлагиан их причастие он назвал пищей демонов ибо в пренебрежении законным запрещением видел хулу на духа святого колоссином 217 никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов вторгаясь то чего не видел безрассудно надмиваясь плотским своим умом то есть надбивается плотским умом плоть по плоти все понимает исайя 40 13 стих кто разумел дух господа и был советником у него и учил его римом 1134 ибо кто познал ум господень или кто был советником ему стихотворение бог спрашивает нас через пророков через евангелистов строго вопрошает что не додал он нам до урещенных сроков быть может обделил нас урожаем он дал нам жизнь хотя не под отчете ни перед кем ему не отвечать когда б не сотворился и мир и звезд бесчетных путь указующих заблудшим по ночам когда же человек был обольщен и пал быть может где-то страшный знак курица бог не покинул мир сошел наш мир провал позор отступничество зрит на наших лицах тысячелетия позора многих войн не бог же виноват что мы плюемся свет не поможет если ты слепой до самой старости закупорен в пеленке приобретению довольства нормы нет благочестивому и мало я на пользу не гневаем ли бога есть множество примет парить подобно ласточки или улиткой ползать густеет тьма до полноты времен до самого рождения вифлееме единородного кто девою рожден согреты ею на охапке сена до совершенства крестного пример жизнь вечную он даром предлагает своей смертью победивший смерть наш кубок счастья не налил до края чего нам дух святой не досказал каким талантом силой не отметил посмотрим честно истине в глаза как на проходившие без приют свидетель бог спрашивает совесть отвечает довольный в благодарности плыву христос мой пастырь главный мой начальник меня нашел на самом дне во рву 3 февраля 2005 года вопрос 3306 19 том открытым оком это из папки о священстве когда мы вышли после встречи с отцом василием василий к нам приезжал толстенко военный следователь бывший то наверное было не меньше 20 отзывов нельзя попросить чтобы братья и сестры поделились своими впечатлениями от этой встречи которая мне лично не совсем понравилась вот он был здесь у нас но мы позвонили собралось не меньше 20 человек больше человек но тут отзывы дали некоторые ответ я в тот же день 13 ноября 2006 года позвонил присутствовавшим на беседе и попытаться вписанном виде оставить память о встрече первое кавычки открыты впечатление встречи с отцом василием скверная на душе остался нехороший осадок что можно ожидать от его пасты если пастырь считает чуть ли не подвигом с его стороны увольнение кочегара старосты пьянице поставленного их епископом владыкой и что это за владыка если ставит церкви пьянице выпивок ему что больше не чем заниматься отец василий считает что рыба гниет с головы и тут же утверждает что он с этой гнилой головой владыкой заодно что он с этой гнилой головой владыкой эта фраза должно прийти соблазном что он имел ввиду московскую патриархию согласно писания матфея 18 7 горе миру от соблазнов его надо прийти соблазном но горе тому человеку через которого соблазн приходит на вопрос как вы пришли к богу он ответа так и не дал говорит что с детства был верующим а прошлое свое скрывает кое-как согласился записать разговор на диктофон боится кого владыку боится потерять работу место его бы страх да его оглашенным прихожанам что боялись что не допустят их до крещения не допустят так он в соседней деревне покрестится еще и требовать будет причастить его бардак одним словом ну разрешил воды как крестить один раз в месяц полным погружением так какая же его в том заслуга зато теперь он владыка это хороший свой а дальше то что тот кочегар староста небось тоже крещеный был разрешив крестить полное погружение без должного научения сделали еще хуже того обливанца хоть можно напугать что не крещеный это этого то уже ему ничего и не надо закрыть крестилки у владыки план почему не крестишь так люди же не знают ничего евангелие читать не заставишь ничего благодать довершит опять обман не понравилось рабу василию что мы изучаем библию а надо бы дескать изучать евангелие только а когда ему брат игорь сказал что христос заповедовал евангелие проповедовать а исследовать писание библию слава иисусу христу вот так заповедовал евангелие проповедовать библию так уперся василий отец да еще по моему я обиделся хотел уйти с матушкой говорит я всегда советую с матушкой лучше бывать я с василий советовались библия с тем что говорит нам в ней бог егова а ему имя бога егова не нравится не нравится и все тут вот он бедный не знает что делать стараемся потихоньку говорит стараться отец василий надо изо всех сил а не потихоньку а стараться как должно мешает страх перед владыкой откровение 21 8 боязливы же и всех лжецов уж участь в озере горящим огнем и серою откровение 21 8 он что разве про это не считал василий говорит десятину вести трудно но ясно дело разбегутся все на что ему жить тогда не понравилось ему что материале о крещении самом начале стоит обречение священников московской патриархии в неверии корыстолюбия как раз это приписка названная вами ложкой дегтя в бочке меда по этому материалу и говорит что вы не можете вести десятину говорит что вы не верите слову божию отец василий и доказывает ваше корыстолюбие говорит крещение у нас бесплатно и тут же добавляет пожертвуйте кто сколько может вы отец василий научите их сначала жертвовать хотя бы а уж потом и крестить и прекрасно знает какой у нас порядок считал наши книги и расписывается своем бессилии что делать что делать еще нас же и учат ну чему он за два часа нас научил все время с матушкой советоваться научил галину ивановну кубайкину что мол не надо делать того чего не надо и не придется просить прощения потом она у него прощение попросила после встречи видимо за то что хотела голос пастыря на диктофон записать а что на это особое благословение надо брать она того секрета и не знала но тогда как же матфея 24 14 и проповедана будет сие евангелие царстве по всей вселенной во свидетельство всем народом и тогда придет конец матфея 24 14 если не будет этих диктофонов компьютеров интернета как уж не выли со своей паства отец василий который даже прочитать не может новый завет пойдете по домам проповедать евангелие или вы думаете что они сломя голову к вам храм прибегут нет надо работать в отец василий крестя людей хоть и в полное погружение но без должного научения оглашение допускаете еще более страшную ошибку а может быть вы просто лжете откровение 3 9 вот я сделаю что из сатанинского сборища из тех кто говорит о себе что они иудеи но не суть таковы а лгут вот я сделаю то что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают что я возлюбил тебя господи дай сил заблудшим священникам раскаяться в своем лжекрещении и приведи их на поклон к возлюбили к возлюбленным чадом твоим которые любят слово твое соблюдает его и проповедует евангелие по всему миру ну кто же так мог смело открыто по-евангельски написать то 15 ноября 2006 года пупков сергей павлович том 15 страница 82 и далее плач ереми это я уже поставил плач ереми это как подведение итога 44 язык грудного младенца не в младенца прилипает гортани его от жажды дети просят хлеба и никто не подает им ефесянам 414 дабы бы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусство обольщения стихотворение засохшие вербочки пылью покрылись хранились они на показ на божничке в прихожей на балке различные крылья что в памяти нам остается в наличии без тела без древа кусочек живого без жизни какой-то часть относилась нам памятью можно тогдашнее трогать когда это целое жило красивым стою на обочине рядом со сленком не уж то сам бог на одежде воссел как жаль не фиксирует это на пленке а ныне и след затерялся совсем не следует сразу вещам доверять тем более кланяться будто святыни а этих святынь за божничкаю ряд под слоем метровым столетнюю пылью но свежестью листья писания блещут перевернулись святые листы стоит и стукан с разожженную печью тот жар оказалось еще не остыл и львы продолжают не сытно реветь и рвут непокорных плоды ко мне добрым доносчиков подлых считают правей и власть вознеслась королевской коброй свежесть событий не тускнет в веках в них входим построчно и постранично столетия будут лететь и мелькать и мы с очевидцами встретимся лично о чудное слово святыни святынь что было б когда б от тебя не споткнулся гнев божий пролился звездою полынь и кожный покров словно вербами вздулся святейшая мазь плюновение христа румянцам на теле младенческой кожи нам книгу за книгой считая листать и все что засохло окажется гожим 22 ноября 16 года вот такие ответы нахожу в наших книгах вопрос 1944 седьмой том открытым оком повышенное требование пусть даже только некоторых лишь сегодняшних архиерея к своим посомам не оттолкнут ли слабых новоначальных от церкви то есть экономия экономия а что значит экономия это слово прикрыли безобразие расслабление ад кромешный вот что за этим словом скрывается ответ на это не нужно смотреть потому что есть каноны соответствующие питьями и в житиях были такие архипастыри которые желали чистоты церкви об этом считаем первое послание апостола павла коринфянам 4 глава 21 стих чего вы хотите жезлом прийти к вам или с любовью духом кротости второе коринфянам 10 10 11 так как некто говорит в посланиях он строг и силен а в личном присутствии слаб и 1 коринфянам 5 3 5 а я отсутствуя телом на присутствие у вас духом уже решил как бы находясь у вас сделавшего такого дела в собрании вашего имя господа нашего иисуса христа общий с моим духом силой господа нашего иисуса христа придать сатане во изможение плоти чтобы дух был спасен день господа нашего иисуса христа вот в маленьком таком стихе он уже повторяет три раза три раза как надо это все запомните так поступать житие святые геннадий патриарх 31 августа кавычки открыты святой патриарх геннадий имел обыкновение не поставлять в пресвитеры желающего до тех пор пока он не выучит наизусть всю псалтырь ибо сей великий архиерей божий ревностно заботился о строгом соблюдении чина церковного он сознавал что сей чин только тогда мог бы быть исполнен тщательно когда все священники и клирики будут научены книжному разумению и возьмут возьмут понимать разумно писание божественное ибо пресвитер не обученный книгам не мог бы научить иных не мог исправлять и наставлять на путь спасения не зная сам спасительного пути на таковом звать со слова христова может ли слепой водить слепого не оба ли упадут в яму вот это не оба ли упадут в яму сегодня никак не хотят признать что это слова христа но священник же знает что неправильно крещение он отвечает но отвечать конечно он будет но упадете то оба в яму а причем тут я откуда бы я знал должен был знать должен землетрясения будут по местам под нами задрожит земля от страха еще натужится встряхнется и чиста от нечисти освобождаясь махом необъяснимое подземное движение каких-то складок или же морщин от нечисти пришло освобождение из-за греха и нет других причин воображением нельзя себе представить какая сутолока будет кутерьма все рушится что из бетона стали останется живых одна тюрьма ей провалиться легче до гиены чем развалить ее по кирпичу до страшного суда знать будут эти стены громада не колеблется ничуть в нее еще затарит христиан последнего набора этапа последних снимут на большой экран быть может патриарха вместе с папой их нарекут преступниками века творящими немалое смущение не согласившийся себе поставить метку на руку и щело таких всех ждет мучение смоковницу трясут спадают листья сместятся неприступные утесы рекой кровавое искушением литья эфир заполнили заполонили мухи пёси не пожелай программа государства сожмется усыхая вожделение воды и хлеба нет в ином богатства в последние вошли землетрясения трясутся руки губы и сердца основы цитадели и престолы здесь малодушным не сносить венца для гнойной раны щин последнего укола чип чип последнего укола откровение 16 2 вопрос 3077 шестнадцатый том открытым оком это мне вопросы задают вам не кажется что кто-то умышленно ввел к уничтожению зарубежной православной церкви и провоцировал ее на неумные акции отца димитрия дудко поддерживали на западе а он так и не порвал с патриархии а потом стал прославлять сталина неужели никто так не видел к чему приведет их путь обрядоверия вот такие вопросы задавали люди повторяю только в одном университете я вел занятия 18 лет это там 21 тысяча студентов и преподаватели слышали кто-то заходил но заходили то все кто откуда бой был проверяли допускали ответ мне о том писали 15 лет назад из-за рубежа было и такое но главное в том что патриархии зарубежные ничем никогда не отличались в основном друг от друга то нет повсеместной всеми проповеди о христе нет любви к библии нет понятия о рождении свыше и водительстве духом святым то же самое пришло на замену главному храмы мощи иконы чудеса канонизации вот как рассматривать может эти вопросы из интернета кавычки открыто фигура патриархийного диссидента в кавычках отца димитрия дудко в семидесятых годах явилась тем камнем преткновения который окончательно показал различные отношения к теме патриотизма в самой рпцз первое подобно святому филарету вознесенскому настаивали на необходимость верности рпцз патриотизму новомучеников патриотизму катакомбной церкви и небесной россии их оппоненты в первую очередь архиепископ антоний женевский чим протеже по сути и являлся отец димитрий дудко наставили на необходимости иметь то что имеешь и говорили о том что русский народ даже и в мп сохраняет божью благодать в случае с русским патриотом осаде димитрия дудко рпцз столкнулась с настоящей хорошо организованной духовной провокацией с провокацией которая имела уже в 90-е годы продолжение в виде союза епископа варнавы с патриотической организации память и другими подобными структурами вовлеченными в контакт с рпцз с провокационными целями для их дискредитации и провоцирования в ней духовного раскола провокациями которые продолжаются по сей день через патриотическую риторику французского духовенства которая в 70-е годы не уставала восхищаться дудко и печатать его труды а ныне много лет спустя даже видя к чему привела подобная политика большую часть зарубежной церкви принципиально не изменила своих экклезиологических позиций но карты раскрылись и мы можем видеть плод подобного патриотического в кавычках подхода в прямых апологиях сталину которая создает ныне сия знаковая фигура этот сергианский лжесвященник лучший из лучших и достойнейший сын россии все в кавычках с точки зрения изменника в вере святых и сейчас мы снова сможем убедиться в том что именно исторически был наиболее приемственен всему курсу первой эры архиепископом антонием анастасии филарета и кто напротив продолжает не делать выводов из цепочки собственных предательств данного курса дорожа своей молитвенной связью с великим удерживающим явой зарубежной церкви архиепископом антонием женевским кто продолжает вопреки сонму чистых и предельно внятных голосов российских святых тянуть обломки рпцз в бездну сергианство и ложного патриотизма окончательный бесповоротный путь в омут духовного небытия для рпцз святитель филарет вознесенский с письма о деле отца димитрия дудко 1980 год пишет когда митрополит сергия обнародовал свою преступную декларацию строгородский а советской церкви сразу отделились верное щадо церковное и создалась катакомбная церковь а она в свою очередь она фиматствовал официальную церковь за ее измену христу и вот в этой-то церкви лукавнующих протекала деятельность отца димитрия дудко который в печати прямо заявил что советской церкви не порывает и остается в ней если бы его духовные очи были открыты и он видел истинную природу официальной церкви то вероятно нашел бы себе мужество сказать возненавидеть церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду осмелится ли кто-нибудь утверждать что господь его благодать пребывает в церкви лукавнующих которая восхваляет его осатаневших врагов и сотрудничает с ними которая за это находится под двойной анафемой как указано выше может ли быть благодатная церковь которая объединилась с богоборцами ответ ясен кавычки закрыта архиепископ антоний женевский открытое письмо от кацу димитрию дудко 1979 год пишет спешу утешить вас тем что часть русской церкви свободная за границей своей родины никогда не считала официально признанную в ссср московскую патриархию безблагодатной мы никогда не дерзали отрицать благодатность официальной церкви ибо верим что таинство совершаемое священнослужителем ее суть таинства поэтому наши епископы принимает в зарубежную церковь ваших священнослужителей в сущем сане нееме 18 там кавычки закрыты если вы сделали с преступниками то я рассею вас по народам сделаетесь оставили чистое слова бога живого и судят об одном деле архиерея совершенно по-разному и не совсем и не во всем верно я видимо добавляю тут деяние 27 21 павел став посреди них сказал мужик надлежало послушаться меня и не отходить открыто чем мы избежали бы сих затруднений и вреда московская патриархия это плоть от плоти и кость от кости тоталитарного сталинского режима лука 6 40 ученик не бывает выше своего учителя но и усовершенствовавшись будет всякий как учитель его исае 28 7 введения ошибаются в суждениях спотыкаются стихотворение подозрительность великий недостаток неверия сомнения в чем-то и кому-то если вы встречались с ней когда-то то знаете что станет не до шуток мы слышали что его первая вошла в реку сомнения и никому-то к богу и жар любви сердечный превратился в шлак сам семиглавый змей опутал бедные ноги быть может подозрением и адам слова жены вдруг поумневший вникнул а дерево познания добра и зла к постам канатом будущем оттуда тянем нитку из подозрения шальная в злобе ревность страшнее ада жуткая как смерть еще вчера обнявшись дружно грелись но взорвана котельная гора золы теперь давид геройство я старался для отчизны в прощу искусство с камнем заложил но царь стаул через иную призму рассматривал победу и точил ножи девицы женщины воспели в хороводах красавцу пастушку хвалебный гимн ладья царя не слаз через пороги пока до времени в той лодке был один но подозрительность осталась на века в приверженцах кормящихся достойно не дрогнула у ирода рука сноп подозрительности и поныне тонет открытость и доверие к друзьям рассказы о поездках заграничных сближают и роднят иначе и нельзя приходится рассказывать нередко и о личном святая инквизиция гестапо кгб по подозрению хватали признание добивались с крестом споногие и в галстуке кобель рычал хватая позабыв про жалость 2 апреля 2006 года вопрос 3326 19 том открытым оком почему считается большим грехом для священника если вызванный к умирающим он не успеет причастить его ответ нигде священном писании о таком отношении к причастию нет ни малейшего намека можно только предположить что когда была свернута программа проповеди тогда все занял алтарь и как можно чаще исповедовать и чаще причащаться как можно чаще исповедовать и чаще причащаться как можно чаще исповедовать и чаще причащаться согласно впервые прозвучавший слов спасителя принятие тела и крови его реакция универовавших его жертву должна быть совершенно противоположной они должны всячески отрицать сопреближение причастию евангелие от я на 6 56 60 и 66 стих идущий мою плоти пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем многие из учеников его слыша это говорили какие странные слова кто может это слушать с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним многократно господь убеждал слушателей что без веры в него как спасителя не спастись вот что главное это а не принятие причастия и она 3 36 верующие в сына имеет жизнь вечную а не верующий в сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем и он за того знаток душ утверждал что для обращения человека к вере нужны тысячи талантов а для того чтобы крестить не нужно ни одного это же и к причастию относятся неписанный догмат о необходимости во что бы то ни стало причаститься перед самой смертью чисто поповская выдумка это очень близко граничится берегами в шаманизме некое физическое действие ты получишь желаемое вот у нас знакомый был он как бы в родство входит даже входил как будто через батюшки на жену совсем не верил и курил до конца лежал лежал и курил и наконец все язык отнялся ну теперь надо принимать меры срочно батюшку ему рот раскрыть зафиксировать его чтобы он не закрылся и положить в рот ему при счастье все он совершенно не верил никак это матерки и все было и при том ребенка когда кре это причащает точно так же орет не хочет отворачиваться все равно рот ему раздерут апостолы заботились только об уверовании о жизни во христе а не при счастье и частом он прибывал увидев благодать божию возрадовался и убеждал всех держаться господа искренним сердцем увидел благодать божию какую в при счастье увидел но нет конечно в жизни людей в их благовестии человек не знающий цену греха и цену жертвы за грех что господь телом своим заплатил за нас выкупив из ада тот погрешает 1 коринфянам 11 29 ибо кто если пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем то есть о нем нужно рассуждать произошла беда подмена тела на кресте на голгофе телом в чаши православные католики все полагают в причастие а сектанты вообще легкомысленно относятся к словам христа и творят свое хлебопреломление в кавычках только ради воспоминания 1 коринфянам 125 11 также и чашу после вечери и сказал сия чаша есть новый завет моей крови все творите когда только будете пить мое воспоминание но если так понимать то новый завет ничего больше не надо новый завет моей крови батюшки считают что если человек не проглотит причастие то грехи остаются на умирающим а если проглотит то оставляется его грехи и он уходит жизнь вечную тогда понятно ответственность замедлившего священника с дарами от его прихода зависит целая вечность потому когда желает сказать о человеке что он достоин канонизации упоминает как часто он на ложе болящего сподоблялся причащаться и за сколько минут до отхода еще раз получил напутствие еще и лучше если монашество да через ту же минуту скорее ему схему начинает но тут уже обман дымящийся ни разу и нигде в новом завете даже намека нет на такое отношение умирающих к причастию тогда деяния 937 случилось те дни что она за не могла и умерла ее омыли положили в горнице упоминает об обменении тела хотя это несравненно ниже причащения потом стали причащать на эшафоте казнимых деяния 55 услышав все и слова она не пал бездыханин и великий страх объял всех слышавших это стихотворение не надо играть что как будто меня вы признали я цену узнал лицемерных похвал и щедрот еще не забыл как мне руки узлами вязали и кляпом заклеить пытались орущий мой рот да вы погодите мне петь послесмертные воды и медные трубы свои уберите в я стал атрибутом невольным заложником моды но так и не вклинился в рациональные лбы не надо овации мне это уже безразлично не надо слащавых речей запоздал их наград ведь выглядит все это невероятно комично как плач по усопшему волку дрожащих ягнят я сгусток энергии верной одной лишь надежде из небытия все кричу вам надрывно как альт что время придет и мы снова схлестнемся как прежде когда я вернусь прорасту как трава сквозь асфальт юлия нифонтова вот какое стихотворение господь дал написать и и вопрос 1892 седьмой том открытым оком вот я все нахожу как бы ездит а такое чтобы священники задавали тысячи вопросов отвечал я у него были они классифицированы по книгам под каким вопросом и легко найти вот я не встречал я ко всем обращаюсь никто не отвечает или не слышат но если такие вот даже стихотворения теперь я знаю что нету я пишу это не стихотворение проповедь в стихах каждое стихотворение по четыре строчки в куплете 9 куплетов 36 строчек и напротив каждой строчке место библии указана глава стих откуда взята мысль это ничего проще то нет ни одного нет ни у пушкина не у лермонтова не у современных поэтов не у заграничных ни у кого нету азорова да игорь как красиво это как оформлено то а я никогда не думал красиво просто я хотел чтобы люди научились жить по евангелию как серафим саровский говорил чтобы он плавал в евангелии седьмой том открытым оком был каков был духовный уровень великих учителей пустынников их учеников при встрече с иноверными они в состоянии ли были убедить их понимаете вот какие вопросы мне задавали люди у нас уровень был которые приходили с других там священники вели как у нас там кухонный уровень все каждый год одно и то же закон божий а у нас пятилетняя программа была это по четыре полных часа в неделю пять месяцев примерно мы вели занятия каждом году считай сколько каждое занятие по открыты два часа при том без перерыва даже были два часа подряд и люди говорили как пять минут прошло и это растянуто на пять лет четыре с половиной не могли вместиться программу потом пришлось на пять лет ответ встречаются разные духовный уровень учителей но в большинстве случаев это их тоталитарное послушание забито сделать их безучастными и без своего руководителя они самостоятельно нигде не могут почти нигде постоять за себя видите я такие слова сказала но некоторые скажут да ну да это не так да но я привожу место 1 тимофея 4 12 никто да не пренебрегает юностью твоею но будь образцом для верных в слове в житии в любви в духе в вере в чистоте притча 24 10 если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя и дальше я показываю отвечаю по житиям святых поиси великий вот великий василий великий вот показывает а много ли с предсказкой великий были великий с большой буквы еще пишется чем он великий был монашество любил много монахов собрал больше ни в чем апостол павел просто павел никакой великий не показано все зависело от монахов девятнадцатого июня жития кавычки открыты то есть прямо скопированной жития святых а один из учеников святого поисия повинуясь его приказанию отправился в египет чтобы продать свое рукоделие на пути он случайно встретил некого еврея шедшего тоже в египет и пошел вместе с ним дорога еврея увидев простоту его ну по глазам видно он какой малахольный то начал изливать скверным своим языком яд который имел в сердце своем одушетленного змея и сказал между прочим иноку о возлюбленной почему вы так верите в простого распятого человека когда он вовсе и не был ожидаемым миссии другой должен прийти но не он после того как еврей наговорила много и других лукавых и душевредных слов и на по своей умственной слабости умственной слабости и простоте сердечной был обольщен евреем он внимал словам его как истины даже раз пробовал может быть и правда что ты говоришь понятно а может правда вот православные ставят такие фильмы притчи и там один все его учит настоятель посылает то хвалить то ругать и какое отношение такого артиста какой у него вид ну просто глупость а может ли он умнее быть не знаю но хороший пап подобрали фактурный товар может и правда когда же вернулся то святой святой то есть поиси то сказал отойдет меня подальше вместе со всеми отрекшимися от господа я не хочу с тобой беседовать ибо если бы ты был учеником моим каким был прежде то я видел бы тебя таким каким ты был прежде тогда иных воздыхая стал проливать умильные слезы говоря я и есть тот твой ученик я не другой какой-нибудь нет я не знаю что я сделал дурного великий поиси после этого спросил его с кем ты беседовал на пути интересно вот видишь какие были тогда уже телефоны с видео то есть он видел слышал севреем ответил и и не с кем иным тогда святой сказал ему что тебе говорил евреи что ты ему отвечал ученик святого на это сказал еврей ничего мне другого не говорил как только сказал что христос которому вы кланитесь не естественный христос что спаситель еще только должен прийти в мир а я же на это сказал ему может быть и верно то что ты говоришь тогда старец воскликнул окаянный что может быть хуже и сквернее сего слова которым ты отвергся христа его божественного крещения теперь иди и оплакивай себя как хочешь ибо нет тебе места со мною но твое имя написано с отвергшимися христа с ними ты и примешь суд и муки о кавычке закрыты я не стал дольше дальше говорить но дело в том что он все таки убедил смягчил сердце паисе стали молиться и изо рта у него пошел черный дым дьявол уже сидел внутри вот у нас есть люди которые верят всякой лжи что земля такая космос никто не летал ну всякую вот такую билиберду дух лжи вошел и нет силы чтобы кто-то помолился и дух лжи вышел потому что эти люди не хотят уходить всякую ложь принимают вопрос 1891 седьмой том открытым оком говорят что сегодня за деньги в попы ставят а раньше так не было вы ой ой отвечаю все это было и раньше и не меньше может быть иначе откуда бы столько правил соборных было против симонии если бы она не существовала от апостольская 29 четвертый вселенский собор второе правило шестой вселенский правило 22 23 седьмой вселенский 5 19 василий великий 90 да и другие то есть я перечислил сколько здесь 3 4 5 6 7 7 канонов и еще и другие 1 петра 5 2 посите божье стадо какое у вас надзирая за ним не принужденно но охотно и богоугодно не для гнусной корысти но из усердия иуда 11 горе им потому что идут путем каиновым предаются обольщению мзды как валаам и в упорстве погибают как корей жития на златоуста за 13 ноября по старому стилю кавычки открыты после сего зимой святой иоанн несмотря на нездоровье отправился в малую азию для устроения церковных дел там многие епископы продавались священство беря деньги за хиротонию таким был например антони митрополит ефески святой иоанн не изложил в малой азии многих виновных в симонии епископов и лишил должностей как тех кто поставлял за деньги так и тех кого поставляли вместо них он назначил более достойных установивший порядок в малой азии святой иоанн возвратился в константинополь это я считал даже около 400 священников запретил сразу иоанн златоуст конечно его ненавидели 47 епископов против него восстали даже против даже возразить его это возразить невозможно еще этому как страшно все таки вопрос 1891 седьмой том открытым оком говорят что сегодня за деньги в папы ставят а раньше так не было от опять что-то тоже говорится ну да это похоже тот же повтор повторной священники это можем его брать заклинило от что-то у меня пошло не так стартов другая страница пошла эту надо закрыть выйти на свою вот вышел я вопрос 3398 20 том открытым оком писали что католические священники улечены на непотребцах с малолетними чтобы их спасти от тюрьмы их архиереи стали продавать храмы чтобы рассчитаться с родителями готовыми за большую сумму забрать свои заявления в полицию а как дело на этом фронте обстоит в православии задали то раньше еще до разоблачительных статей протодиакона андрея кураева ответ мне всегда кажется что такого греха вообще нет настолько все безумно и срамно это я отвечаю но вот снова пишут что уже заплатили католики более двух миллиардов долларов как раз за указанной вами что до православия то и не могло оно быть иначе потому что уже влипли в эту аферу с монашеством то а значит будут страдать чего проще было жениться плодить и размножаться 1 коринцев 7 9 но если не могут воздержаться пусть вступает в брак ибо лучше вступить в брак нежели разжигать первое царство 12 17 22 сыновья же или и были люди негодные они не знали господа и грех этих молодых людей был весьма велик пред господом ибо они отпрощали от жертвоприношений господу или же был весьма стар и слышал все как поступает сыновья его со всеми ежели тянами и дальше страшно сказать они спят с женщинами собиравшимися у входа в скинью собрание даже представить трудно как это голубое лобби в рпц кавычки открыты священники с традиционной сексуальной ориентации боятся что скоро окажутся в меньшинстве среди церковно служителей православных верующих свердловской области бушует страшный скандал глава епархии владыка никон улечен в мужеложестве а также рукоприкладстве пьянстве и богохульстве 52 местных батюшки подали 88 рапортов патриарху алексею второму жалобу на своего епископа вот представьте 52 местных батюшки подали 88 рапортов и что в ответ руководство рпц епископу садамиту всего лишь объявлен выговор родители священнического целомудрия явившиеся зачинщиками анти канони анти не каньянского бунта наказаны гораздо круче умен тихон затекен освобожден от обязанности на местника свято николаевско верхотурского монастыря и гумен авраам рэдман от обязанности на месте к монастыря во имя всеми лосева спас в екатеринбурге в истории с разоблачением голубого епископа екатеринбургского верхотурского никона и последующим отлучением священников разоблачителей от приходов, много неясного и даже фантастического, особенно для тех, кто плохо разбирается во внутри церковной кухни. Оставим пока в стороне вопрос о том, как чисто психологически этому священнослужителю удавалось совмещать свои прямые обязанности с содомским грехом. Гораздо интереснее два других вопроса. Первый. Почему он прелюбодействовал так дерзко, нагло, почти открыто, не на какой-нибудь конспиративной квартире, как Скуратов, или в подпольной бане, как Ковалев, а прямо в монастырях, доверяя свои сердечные тайны случайным, непроверенным людям? И второй. Почему высшие иерархи православные по определению самой ортодоксальной церкви или самой ортодоксальной решили покарать не с содомита, а тех, кто попытался вывести его на чистую воду? Речь идет даже не о справедливости, а о церковном авторитете. Очевидно, что неадекватное решение Синода вызовет не только скандал, но и массовый отток верующих. А в связи с этим, если рассуждать более меркантильно, значительные финансовые потери. Получается, православные авторитеты сознательно терпели неизбежные в этой ситуации убытки, лишь бы оставить ебископа Никона на его посту. Выходит, решение это связано с некой принципиальной позицией патриархии. Каковы же эти принципы? Каковы критерии кадровой политики в русской православной церкви образца 99-го? Ключ к пониманию этих загадочных критериев можно найти в словах самого Никона. В рапорте Игумена Тихона на месте Каверхотурского Свято-Николаевского монастыря говорится, что Никон требовал приводить к нему для сексуальных развлечений юношей кирейников. Архиерей Садомит заявлял при этом, в других епархиях настоятели монастырей занимаются поставкой мальчиков правящим архиереем. «Если на мое место придет другой архиерей, то он тебя, Тихон, выгонит за то, что ты не будешь поставлять ему мальчиков». Это не было блефом, пустой угрозой. О том, что голубой досуг священнослужителей явления, если не повсеместны, то, по крайней мере, достаточно распространенное. Есть не только устные свидетельства пострадавших, не только слухи и толки, но и вполне конкретные факты из криминальной хроники. В Москве, например, не так давно проходил весьма примечательный судебный процесс, где в роли потерпевшего выступал ермонах Амвроси из Храма Всех Святых на Соколе. Судили двух юношей, Ивана Лукашко и Дениса Ковалева. Судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Денис пырнул отца Амвроси кухонным ножом. История банальная. Ермонах познакомился с парнями на улице, пригласил их в офис издательства, где он работал, напоил коньяком, помыл в душе и вместе с ними возлег. Парнишки попытались было оказать сопротивление, но дородный батюшка проявил настойчивость. Денису ничего не оставалось, как схватить нож. И такие истории сплошь и рядом. При расследовании убийства отца Александра Мене выяснилось, что примерно в то же время было убито еще несколько священников. В связи с этим следствие отрабатывало версию о маньяке-гомосексуалисте, сводившем счеты со своими партнерами. Еще один весьма характерный случай произошел в городке Каменс-Шахтинске Ростовской области. Там за соучастие в изнасиловании арестовали ермонаха Владимира, настоятеля единственного в городе православного молитвенного дома. При обыске у святого оса обнаружили целый секс-шоп, видеокассеты с крутой порнухой, несколько искусственных половых членов и прочую отнюдь не церковную утварь. А кроме того, отыскали наркотики, марихуану. Позже выяснилось, что за спиной 32-летнего батюшки 8 лет лагерей. В истории с отцом Владимиром все более-менее ясно. Многие люди меняют свою половую ориентацию в зонах, где их опускают петушат за различные проступки. Но почему же подобной же наклонности образуется у вполне цивилизованных людей, проповедующих христианские добродетели, помнящих, что за сексуальное извращение Всевышний уничтожил пять городов, и почему церковное начальство постоянно опускает глаза на греховные наклонности православных пастырей, так же, как и на их уголовное прошлое. Характерно, что героями большинства голубых скандалов становятся монашествующие священнослужители. С одной стороны, постриг дает шансы для более быстрого карьерного роста. В православии именно монахи стоят на самых высоких ступенях церковной иерархии. С другой стороны, жизнь в монастыре чем-то сродни жизни на зоне. Дефицит женского пола компенсируется за счет собственных ресурсов, в данном случае силами юных послушников и семинаристов. Так, вероятно, было испокон веков. Но именно сейчас конфликт между священниками нетрадиционной ориентации и священниками-натуралами достиг особой остроты и уже выплескивается в СМИ, средства массовой информации. Дело не в так называемой гласности, но в том, что в настоящих священников, не атеистов-то, в рясах, все больше беспокоит одна страшная тенденция, которую они сами называют «голубым лобби». Нетрадиционная ориентация батюшек все больше превращается в традиционную. Все больше голубых священнослужителей оказывается на ключевых постах в региональных епархиях. И осведомленные люди замечают, что это происходит не по закону случайных чисел, но являются продуманной кадровой политикой. Ничто не объединяет людей сильнее, чем соучастие в преступлении. Круговая порука клерикалов только крепнет от их общих гомосексуальных тайн. Описанное в рапортах потерпевших священников и семинаристов приставание со стороны епископа является в некотором смысле кадровым отбором. Понятно ведь, что не бедный архиерей мог бы найти мальчиков и на стороне. Рынок всевозможных сексуальных услуг в России достаточно сформирован. Но этому святому отцу было важно, чтобы в контакт с ним вступали свои. Предложение заняться любовью являлось своего рода проверкой на вшивость, поиском сторонников и соратников. Не случайно за согласие разделить с ним постель епископ обещал повышение по церковной службе и, в общем-то, выполнял свои обещания. Голубое лобби создается по вертикальному принципу – от маленьких приходов до мощных епархий, а от дедичков до архиепископов. Свердловский бунт ретроградов по большому счету был жестом отчаяния. Отец Тихон и его единомышленники, похоже, не были удивлены реакцией патриархии. Вот как. Потому что, потому и не очень торопились сообщить о шалостях епископа Никона. Шалости в кавычках. А они не сомневались, что епископ имеет высоких покровителей. Что информация, поступающая к патриарху, строго дозируется. И симпатия тех, кто ее фильтрует, не на стороны разоблачителей, то, увы, предсказуема была и реакция Священного Синода. Не то, чтобы члены этого высокого собрания имеют пресловутую ориентацию. Просто нынешнее положение вещей православную элиту православную вполне устраивает. И с точки зрения управляемости церковными кадрами, и с точки зрения стабильности и преемственности власти. И с точки зрения совместного бизнеса. Общеизвестно, что русская православная церковь сегодня – это мощная финансово-промышленная империя. Фактически каждый приход – это коммерческое предприятие, оперирующее в основном черным налом. Наряду с мелкими фирмами есть и солидные концерны-крупники, такие как предприятие «Суофрина», в пору расцвета таможенных льгот, ставший одним из крупнейших в России импортеров табака, а также вина из Европы. Кроме того, РПЦ является главным соучредителем РАО МЭС в середине 90-х возглавившего список крупнейших нефтяных спецэкспортеров. Плохо вижу, без очков. Кроме того, под контролем РПЦ до недавнего времени действовало АОЗТ «Арттеммах» – предприятие, созданное для огранки алмазов, но на манер «Голден Ада», предпочитавшее отправлять необработанные камешки, поступавшие из кладовых в Гохрана за рубеж, в основном в Бельгию. Кстати, по некоторым сведениям, Арт Гемме якобы покровительствовал замруководителя Гохрана Александр Абрамов, тяготевший к общению с голубыми клириками, которых он не раз одарял сокровищами Гохрана. Очевидно, что значительная часть церковных финансов, финансовых потоков протекает через ту область нашей экономики, которую принято называть «теневой». Бизнес этот связан с большими рисками, с повышенными требованиями к хранению коммерческих тайн. Строится больше не на бумажных, а на устных договоренностях. Интимная и соодновременно греховная связь партнеров по бизнесу – лучший залог надежности и стабильности предприятия. Кстати, упомянутый герой «Голубого скандала» отец Амбросий крестил и проповедовал не где-нибудь, а во всех святской церкви, которая с застойных времен была второй в Москве по доходам после Кафедрального собора. А покровитель отца Амбросия, настоятель всех святской церкви, епископ Бронецкий Тихон, возглавляет к тому же церковное издательство, является, если можно так выразиться, одним из топ-менеджеров православной финансовой империи. Автор этих срок имел долгий, откровенный разговор с отцом Фомой, одним из тех священнослужителей Свердловской области, которые осмелились перейти в открытую оппозицию «Голубому епископу». Меня интересовал тот вопрос, который прозвучал вначале в этих заметках. Как чисто психологически сочетается в умах православных иерархов священодействие и сексуальное извращение? Являются ли эти люди в рясах убежденными атеистами в лучших традициях советских времен, когда церковная карьера зависела от согласия сотрудничества с КГБ? Или они все же мнят себя верующими, однако провели негласную ревизию христианских канонов, отменили для себя многие запреты и с недавних пор не считают гомосексуализм грехом? Так поступили, например, некоторые из протестантов. Впрочем, и русские традиции богаты различными еретическими течениями, связанными с сексуальным ревизионизмом православия. Вспомним хотя бы хлыстовство. Так может, это не атеизм, а новая ересь? Отец Фома сказал, что не знает ответа на эти вопросы, но помнит, что именно такого рода вырожденческие тенденции в церкви описаны в апокалипсисе. Те же слова я слышал от других священников. Похоже, голубые скандалы подхлёстывают в религиозной среде апокалиптические настроения не в меньшей степени, чем война на Балканов. Журналист Максим Гликин. А тут, очевидно, я даю, как всегда, направление через священное писание. 2 Петра 2.13 «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и осквернители». Римлянам 1.27 «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение». Иуда 1.7 «Как Содом и Гаморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, ходившие за иною плотью, подвергшись казни вечного огня, поставлены в пример. Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть». Стихотворение. «Как можно меньше тратить на себя, стараться обойтись без лишних слуг. Пусть даже князь не из простых трудяк, что, говорю, прими, не будь же глуп. Предела нет в желаниях у плоти, всё больше, слаще, круче и шикарней. Завистники отнимут то по злости, придётся на исходе кровью харкать. Детей учите и обходиться малым, не балуйте ненужными вещами. Им искушение от щедрости настанет, словописания в том горе предвещают. А весолом был баловнем отца, завёл от праздности с полсотни скороходов. Война за волосы поднимет под лица. Давид молчал, и не словечко против. Учите скромности, остатки доедать, беречь не новое, уметь тотчас заштопать. Иначе горе, воровство, беда, а от бедности укоры в громкий шёпот. Благоустраивал Адам свою пещеру, легко было бы прокормить семейство. И не напёрстком ли он масло мерил, над бедностью его пока не смейся. Он выжил, уцелел, не возроптал, пот проливал, вкушая хлеб насущный. Ни газ, ни электричество, дрова. Нет телевизора, жил, видать, не скучно. Благочестивым стать и быть довольным приобретение высшее с достатком. Ведь человек ли щерь сравнялся с молью, безумным стал, а баловался сладким. Уразумей, что рядом где-то змей, подталкивает к зависти злодейски. Я говорю о милостыне, сам уразумей, расщедрись к бедным и по-царски действуй. 28 февраля 2007 года. Ну и я закрываю всё на этом. У нас получилось, что я и хотел. Часовой ролик. Так, теперь меня интересует, кто у нас тут остался. Кто-то до конца слушал или нет? Дайте звук хотя бы. Хоть одно слово. Всех утомил. Никого нет? Потому что другие зоны, там только ещё полночь. Ещё раз повторяю, никого нет? Ну, если никого нет, я буду закрывать. Во-воём, derrière, я покажу, Кап Arsenal вопрос. Продолжение следует...